Субтитры делал DimaTorzok 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 Да Я не хочу смотреть, как банки выставляют свои условия. Существует законодательный какой-то аспект. Правильно? Нет. Есть же закон о банках и банковской деятельности. Очередное списание платежей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Какой ответ вы хотите получить? Почему вы не можете мне дать нормальный развернутый ответ? На мой вопрос конкретный достаточно. На какой вопрос? Вопрос такой. Хорошо, я повторю. Может быть я невнятно выразился, но я тогда готов повторить. Я хочу расторгнуть договор. Вы сотрудник банка. Я делаю официальное заявление о расторжении договора. Ваш же звонок официальный? Этот звонок официальный? Да. Надеюсь, это же не проходимцы мне звонят какие-то там. Давайте дальше. Ну так вот, я хочу, чтобы вы подтвердили, что принято мое официальное заявление о расторжении договора. Пожалуйста, назовите свою фамилию, имя, отчество. Нужно принимаем мы официальное расторжение вашего кредитного договора только в письменной форме. А письма уже отправлены вам. Но нет ответа. Нет ответа. У меня уведомление о вручении лежит, что банк получил. Никакого ответа я уже, ну собственно, давно не получал от вас. Ну значит, ждите, получите в ближайшее время. Так, хорошо. Назовите свою фамилию, имя, отчество. Мне нужно понять, с кем я работаю. Егорова Кристина Сергеевна. Егорова Кристина Сергеевна. А вы сейчас кому звонили вообще? Беседовали или диалог? Кому вы сообщили информацию достаточно подробно? Можете уточнить? Итак, с вами беседует внештатный сотрудник банка Траст. Зовут меня Игорь Сергеевич. Отдел собственной безопасности. Итак, уважаемая сотрудник банка. Кто вам дал основания обращаться к клиенту таким вот образом, не удостоверившись, что это он? Даже фамилию не назвав его. Во-первых, я спросила при начале нашего с вами разговора, Константин Иванович, вы сказали «да». Фамилия не была озвучена, запись разговора ведется. Слово «да» не было названо. Было сказано «я вас слушаю». У нас и так в Трасте дела дрянь. Банк по швам трещит, еще такие сотрудники. У нас, вы знаете, сколько заявлений лежит о некомпетентности нашего колл-центра? Имя, отчество вашего руководителя, назовите мне сейчас же. Гуликова Дарья Дмитриевна. Гуликова Дарья Дмитриевна. Ее должность. И ваша должность. Какая у тебя... На данный момент я не знаю, с кем я разговариваю, Тарас. А вам это уже и не нужно. Вам это уже и не нужно. Вам нужно заявление по собственному желанию писать. Надоели уже. Это что такое? У меня пачка жалоб от клиентов лежит. Вы как себе... Вы что себе позволяете? Что за взыскательные мероприятия? У вас что, инструкций никаких не было? Что вы молчите? Что вы хотите от меня услышать? Я от вас не хочу ничего больше слышать. Я вообще таких сотрудников больше слышать не намерен. Сегодня же служебная записка будет составлена в счет вот этого разговора. И передайте всем своим сотрудникам. Идет поголовная проверка сейчас в банка Траст. Если вы позволите себе еще так с клиентами разговаривать, то мы дождемся. Нас вообще через прокуратуру начнут трепать. Это что за новости такие, а? Точнее уже не новости. Это уже в правило вошло. Алло. Хорошо, я вас услышала. Спасибо и на этом. Безобразие. Всего доброго. Продолжение следует.